Природный материал, вельми теплый и пластичный. Розные частки рослин Могилевский экологи-биологичный центр выкористовывает для створения интересных упражнений. Монументальных фигур, декоративных панно, навод. На каникулах дети не спиняют занятки и рыхтуются до новогодних конкурсов. На капелюшиках не были бядины кух и страусовое перо, а это, оказывается, обычные рослины. Их убачили и присосывали до костюма на ученце Могилевского экологи-биологичного центра. Шляпа украшена семечками. Это травка кермек, а это мискантус. Все эти травы растут у нас здесь, в экологическом центре. Одноклассники достаточно хорошо относятся к этому. Они сами наблюдают с интересом на новые номера, на какие-то новые костюмы, потому что все это, конечно, необычно, особенно, когда из каких-то природных материалов состоит костюм, а не из обычной ткани. Вот эта модель недавно стала победителем, очень красивая такая. Тут и природа, и Белоруссия, и французский стиль, все сразу. Стала победителем, и мы получили лауреата первой степени. Дети обожают, конечно, вот эту саму работу с природным материалом. Этикавые вырыбы с природного материала робят семьями. Экологичный центр что год организовывает отповедный городский конкурс. У им удельничают Амалию Сенов учальная установа Могилева. Мы учитывали и дизайн садовых участков, и любовь, и дизайн садово-огородных участков, и занятие комнатным цветоводством, и посещение экологических мест, и личное наблюдение в природе, и фотографии наших семей, и сбор бытового мусора, и помощь бездомным животным, и многое-многое другое. Худка Новый год. Дети рыхтуются до черговой выставы. Идей, что можно зарабить из рослин, множество. Татьяна Сергеевич, Дианис Бутырин, Новины Регион.